В свое время мой учитель Геннадий Семенович Батыгин пошутил, что социологи делятся на те, кому интересно общество и те, кому интересно социология. В каждой шутке есть доля шутки. Действительно, мы сегодня и далеко не только в российской социологии наблюдаем противостояние двух разных аксиом, двух разных представлений о том, как должна быть устроена социологическая модель мышления. Согласно одной из них, которую оппоненты называют социологией жизни, социальная жизнь абсолютно самодостаточна, она является априорно социальной, независимо от того, описывает ее кто-то как социальную или нет. Поэтому, если мы хотим ее изучать, нужно просто с ней слиться. Если вы изучаете бедность, нужно пойти жить с бомжами под мостом. Если вы изучаете бандитов, нужно пойти вступить в банду. Чтение, изучение теории особенно, является глубоко второстепенным. Потому что сначала социолог должен погрузиться во всю толщу социальной жизни, а потом, вынурнув из нее и вернувшись в свой кабинет, каким-то образом присуществить пережитое, перевести свой опыт на язык социальной науки и таким образом прирастить социологическое знание. Есть маленькая проблема, связанная с тем, что, как правило, перевод этот оказывается крайне слабым. Он выглядит чаще всего как натягивание хорошо известных имен на плохо проведенное поле. Такого рода этнографическая установка находит в себе оправдание только в том, что вы знаете о социальной жизни. Я в банде был или я под мостом жил. Это очень слабое оправдание, потому что у него никогда нет ответа на вопрос, что делает ваш плохой журнализм наукой. Тот факт, что вы пили чай с биологами в лаборатории, а потом описали процесс чаепития, он, конечно, прекрасен сам по себе, но не очень понятно, почему вы называете эту наукой. Противоположная аксиоматика и противоположный лагерь, который, опять же, его оппоненты чаще называют книжной социологией, тоже небезосновательно, предполагает, что все-таки вы сначала полгода сидите в библиотеках и изучаете все способы мышления о своем объекте, который есть, потом строите концептуальную схему, потом эту концептуальную схему операционализируете, создаете инструмент познания, с этим инструментом идете в поле и, по большому счету, полевой этап занимает примерно четверть, иногда треть от того времени, которое выделено на проект. Две трети вы проводите в библиотеке. За этими двумя аксиомами и двумя представлениями о том, как должно быть устроено социологическое исследование, сразу же скажу, что полностью принадлежу второй, и вся наша школа относится именно ко второй логике мышления, книжной социологии, концептоцентричной социологии, как мы предпочитаем называть ее сами, за этим стоит большая философская дискуссия, начавшаяся в новое время. Это великая шахматная партия, начало которой кладет спор рационалистов и эмперистов в философии нового времени. Есть некоторая рационалистская позиция, которая гласит, что то знание, которое нам нужно, уже содержится в нашем с вами разуме. И потому посредством дедукции и выведения, обнаружения предельных конечных оснований в нашем рацию мы можем получить достоверное знание о мире. Здравствуй, Декарт. На противоположном полюсе находятся эмперисты, которые свято верят, что ничего в разуме не может быть такого, чего прежде не было бы в ощущениях. И потому процесс познания — это такой импринтинг, то есть оставление отпечатка. Табула раса Лока — это классический пример. То есть природа и общество пишут свои письмена на нашем мозге, и вот те следы, которые они там оставляют, мы называем знанием об этом мире. Понятно, что две эти позиции очень сильно повлияли, кстати, впоследствии на всю эпистемологию. Например, классическим кумиром эмперистской эпистемологии является, конечно, Шерлок Холмс, который там ползает, собирает детали, складывает их индуктивным образом в некоторую картину мира, почему-то называет это дедукцией, но вообще, конечно, это индукция, пытается составить полную картину. Главное, что он очень много бегает, ползает, смотрит через увлечительное стекло и приходит к каким-то выводам. А на противоположной стороне, конечно, абсолютным кумиром является Рекюль Пуаро, человек, который использует исключительно серые клеточки и дедуцирует картину преступления из своего знания мира как такового. Но вот этот спор рационалистов-эмперистов очень быстро исчерпывается. И уже к моменту появления немецкой классической философии рационалисты и эмперисты сказали друг другу все, что могли. Начали шутить сами над собой друг на другом. Замечательная шутка Бекона про то, что рационалисты похожи на пауков, которые ткут нить из самих себя, а эмперисты похожи на муравьев, которые ползают и собирают всякую дрянь, называют ее фактами и коллекционируют ее в своем муравейнике. Правда, у него есть еще пчела. Пчела — это такой очень прокачанный муравей. Это такой муравей-эмперист, который при этом действует согласно правильной стратегии и плану. В общем, все равно муравей, на самом деле. Особых преимуществ у пчелы перед муравьем в этой метафоре нет. И в этот момент приходит Эммануэл Кант. Собственно, Кант делает сокрушительный прорыв. Он делает ход на доске, после которого не только социология, но и многие другие дисциплины вынужденно обращаются и относятся к кантовскому решению, потому что оно является устанавливающим, полагающим. В советских учебниках написано, что Кант примеряет рационалистскую и эмперистскую позицию. Это, мягко говоря, неправда. Он примеряет эти две позиции примерно как лесник из старого советского анекдота, который просто пришел и всех разогнал. После Канта рационалисты просто исчезают как вид. То есть классического рационализма не остается. Его заменяет кантовский априоризм. Империсты уползают зализывать раны на британские острова и остаются там еще где-то лет сто с лишним. Спасение империзма будет связано с очень важной задачей реабилитации восприятия. Да, действительно, мы можем сказать, что у нас нет непосредственного контакта с миром. Да, действительно, мы можем сказать, что всякое наблюдение уже изначально некоторым образом нагружено, оно трансцендентально закодировано. Мы не можем дотянуться до мира, как он есть. Например, если мы наблюдаем некоторый объект, мы не видим объекта, мы видим некоторую непонятную совокупность цветовых пятен, но, по крайней мере, совокупность цветовых пятен мы видим. Феноменологический проект очень сильно связан с реабилитацией такого рода социологии, такого рода эмпиристской модели мышления, где, тем не менее, мы можем описывать чистое восприятие, даже зная, что наблюдение наше изначально нагружено. Второй проект, спасение эмпиризма в социологии, уже вторая половина XX века, будет сильно связан с реабилитацией здравого смысла. Да, действительно, вот тот полусоциолог, полуэтнограф, который идет и окунается в толщу социальной жизни, он не является ученым, он является просто субъектом, который пытается намотать на себя, как на табулу расу новый социальный опыт, а потом дать ему какую-то научную интерпретацию. Но даже находясь в этой толще социальной жизни, не руководствуясь логикой научного познания, а руководствуясь логикой здравого смысла, тем не менее руководствуется определенной логикой здравого смысла. И, может быть, тогда научная логика является просто производной от здравого смысла. Вот эти два направления спасения эмпиризма в социологии примут вид феноменологического и этнометодологического проекта. Но мы вернемся к Канту и его решению, связанному с обнаружением региона трансцендентального. Кантовское решение состоит в следующем. И априористы, и рационалисты мыслят это отношение между познающим субъектом и миром как дихотомию. Есть познающий разум и есть познаваемый объект. В зависимости от того, кладем ли мы точку отсчета в разуме познающего субъекта или в мире, который оставляет на нас свои письмена, мы, соответственно, получаем либо одну, либо другую позицию. Но это не дихотомия, говорит Кантов. Между этими регионами всегда есть что-то еще. Он называет это регионом трансцендентального. Вот это трансцендентальное — это те очки, через которые мы смотрим на мир, которые конституируют мир. Мир сам по себе не познаваем. Мы ничего про мир сказать не можем. Мы можем что-то сказать про мир только потому, что смотрим на него через категории, через формы, через некоторые трансцендентальные кодирования. Например, в мире нет пространства. Но благодаря тому, что пространство является такого рода априорной категорией, мы можем видеть этот мир как пространственный. В мире нет времени. Но благодаря тому, что у нас есть категория времени, мы можем видеть этот мир как временный, темпоральный. То же самое касается причины, числа и так далее. и так далее. Эти трансцендентальные категории не принадлежат субъекту, они не находятся в разуме, они находятся в рассудке. Они всегда между человеком и миром, они то, что позволяет этот мир структурировать, упорядочивать, воспринять как осмысленный. А чем он является сам по себе, спрашивать бессмысленно, потому что мы никогда его сам по себе не увидим. Мы именно потому и можем его увидеть, потому что есть вот эти трансцендентальные категории. Кантовский ход наносит сокрушительный удар по империзму, потому что теперь рушатся базовые аксиомы империстского познания, что возможно неопосредованное знание о мире, что возможно знание, которое мыслится как отпечаток. Замечательная метафора империстов, которую не берут у Аристотеля из его трактата о душе — это метафора перстня. Перстень оставляет отпечаток на воске, воск принимает форму перстня, не принимая его субстанции. Таким образом, мы получаем знание как оттиск. Или, как говорит один из аристотельянцев, лир, греческое слово «псофос» схватывает одновременно и наше восприятие звука и сам звук. В слове «псофос», например, мы не можем различить, где там звук, а где наше его восприятие. Это одно и то же. Нет, говорит Кант, это не одно и то же. Нет никакого непосредственного контакта, нет никакого оттиска, нет никакого импринтинга, нет никакой табулы расы, нет даже лейбницовской глыбы мрамора, такая смягченная версия табулы расы, где можно высечь одни фигуры и нельзя высечь другие фигуры. Известная история. Наше восприятие всегда уже опосредованно трансцендентальным. Это всегда уже закодированный мир, у нас нет доступа к незакодированному миру. Точно так же, как он убивает империстскую аксиоматику вот этим сокрушительным ходом, доказательством того, что нет никакого неопосредованного знания о мире, а всегда есть те очки, через которые мы на него смотрим, точно так же спустя некоторое время начинает рушиться и сама априористская модель. Потому что Кант на вопрос, а где находятся эти трансцендентальные формы и категории, отвечает в человеческой природе, универсальные абсолютно, человек создан таким. Поэтому это антропологически укорененные в человеческой природе очки. Эти очки нельзя снять. Мы через эти очки смотрим, поскольку являемся человеческими существами. Потом начинается эпоха релятивизма, становится понятно, что это не очень удачное решение, и тогда появляется очень важный, очень значимый, в том числе и для современной социологии квест, а именно найти новую прописку для форм познания, где находятся очки, если они больше не локализованы в человеческой природе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok